У студентки Лизы день рождения. Соответственно, одета она по праздничному и похолодания не боится. У меня есть одежда, которую буду одевать на эту погоду. Смотри, какая будет температура. Если будет холодно, то достану тёплые одежды. А если будет тепло, как по билету, тогда достану обратно летние. В понедельник температура резко опустилась до 16, а ещё в субботу жара била рекорды, достигая почти 30 градусов. В Харькове сильно похолодало, а на поверхности почвы ожидаются заморозки, сообщают в областном гидромедцентре. У нас довольно-таки резко изменилась погода. В течение этой недели мы ожидаем холодную ветреную погоду с дождями. Потеплеет только уже после 28 числа. Синоптик отмечает, резкое похолодание связано с североевропейским циклоном, который пришёл в Украину из Беларуси. Температура, естественно, будет постепенно опять понижаться. И у нас ожидается ближайшие три дня довольно-таки студённые, я бы так сказала. Завтра мы ожидаем температуры ночью по городу 6-8 градусов тепла, а днём завтра 13-15. Пик похолодания придётся на 26-27 сентября, сообщает метеоролог. Эта температура уже характерна для этого времени года. У нас лето задержалось. В среднем осень наступает в нашей зоне, скажем так, климатической от 7 до 13 сентября. В этом году она наступила 22-го числа. С недели две мы ещё выиграли у лета. Студенты Академии физкультуры Руслан и Леонид считают, чтобы не мёрзнуть, нужно больше заниматься спортом. Ну как, подштанники надеть просто, мне кажется, будет для начала достаточно. Закаляться, холодной водой обливаться, конечно, это очень полезно. Зарядка, хотя бы просто бег. А так как-то переживём эти холода. Зима неизбежна, как удобно, так и утепляйтесь. Ну, естественно, по погоде. Главное, чтобы обувь была хорошая. Синоптики прогнозируют, лето, правда уже бабье, вернётся в Харьков к концу месяца. Термометры будут показывать от 16 до 21 градуса со знаком «плюс». Алена Верикомская, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».